Добрый день, это канал Мир Всем. Сейчас идет судебный процесс по делу генерала Кудибаева. Мое личное мнение, что он, наоборот, его должны вернуть обратно к должности, так как это человек чести. Человек, который, несмотря на то, что кругом по Казахстану во время митингов стреляли в мирных граждан, так как террористов еще я ни одного не видел, опубликованного в интернете, который, несмотря на то, что был по всему Казахстану, были открыты огонь на поражение по мирным гражданам, он не давал такого разрешения, не давал такого указа, и ни один из жителей Талдыкургана и близлежащих поселков, участвующих в митинге, вышел народы, чтобы государство его услышало, народ надеялся на то, что власть услышит все проблемы народа и примет какие-то меры. Но, видимо, настолько у нас доверчивый народ, что недооценили нашу власть, которая открыла огонь на поражение по собственным гражданам. В общем, по поводу генерала Кудебаева, я считаю, что его нужно полностью оправдать, и чтобы он дальше продолжал свою работу. Так как если сейчас его посадят генерала Кудебаева, то мне кажется, что остальные генералы во время даже обычных митингов, трех-пяти человек, будут открывать на поражение под страхом того, что их также привлекут ни за что, как нашего генерала Кудебаева. Я лично с ним не знаком, но я знаю, что этот генерал выполнял все свои прямые обязанности. Это, наверное, один единственный человек по Казахстану, который во время митингов не открывал огонь по собственным гражданам. Да, он был в эпицентре митингов, я на видео видел, он стоял рядом с человеком, стоял в кепке, но он никого не призывал ни к чему. Он, наоборот, наблюдал, возможно, контролировал обстановку, чтобы не дошло до кровопролития. До такого кровопролития, как дошло в Алмате, где погибли маленькие дети. Наше государство, да, у нас и президент говорил, что были там 20 тысяч террористов, и министр говорил, у меня такой вопрос к нашему президенту, нынешнему Тукаеву. Ну, неужели за снесенный памятник Назарбаева, памятник, от того, что снесли памятник, жизнь Назарбаева ничего не грозила, должны страдать казахстанцы. 30 лет казахстанцы терпели вот это все. 30 лет мы жили от стратегии к стратегии, от обещаний к обещаниям. Наши деды, прадеды, которые всю жизнь в этой стране работали, вышли на незаслуженную пенсию. Посмотрите, какие у нас пенсии. Народ вышел поговорить об этом, народ доверился государству, а государство начало стрелять по собственному народу. Вы пригласили сюда ОДКБ. Для чего вы пригласили ОДКБ? Неужели у нас нету своей армии, которая могла бы... Даже не нужна армия. Вышли бы Акимы до этого, когда люди к ним обращались. Работали бы Акимы, и сейчас Акимы не работают. И до этого всего бы не дошло. Люди лишь хотели, чтобы их услышали. Вот я как гражданин, да, я тоже хочу сказать. Я тоже устал от такой жизни, вот то, что у нас творится. Суды проигрывают. Суды против государства ничего не выигрывают. Вы сейчас еще какие-то там суды сделали, да? Это ничего не решает. Вы садите генерала показать другим, что... Я так думаю. Что если в следующий раз они не выполнят прямые указания нашей власти, то есть открытие огня на поражение, дабы запугать собственных граждан, которые хотят жить в хорошей цивилизованной стране, в конституционной, а не так, как у нас есть. Нету конституции, нету защиты прав человека. Вы посадите его, и другие генералы будут бояться, и сотрудники полиции. Тем самым вы развяжете руки своим министрам, депутатам и обычным полицейским. У нас что было мало случаев, когда в мирное время полицейские применяли оружие гражданам. Или было мало случаев, когда депутата называли собственный народ быдлом и предлагали поставить их в стойло. До каких пор наш народ должен терпеть такие выходки? Тех, кто сидит у народа на шее. Я прошу наше министерство внутренних дел, опубликуйте на сайте хотя бы одного террориста. То, что избили певца с Киргизии и заставили его, чтобы он сказал, что он террорист, это не значит, что он террорист. Хорошо, что его родственники узнали. У нас еще иногда закидывают в интернет, что провели контртеррористическую операцию, поймали ваххабитов и еще какие-то там запрещенные движения с литературой. Они что, отпевать кого-то ездят на машине с этой литературой? Хватит смешить собственный народ. Давайте занимайтесь уже нормальными реальными проблемами. Свободу генералу Кудебаеву, свободу всем сотрудникам, которые не стреляли и не применяли оружие в отношении собственных граждан. Эти сотрудники достойны быть на работе, достойны жить в этой стране, не имея судимости. Они обязаны вернуться на работу. Народ таким сотрудникам доверяет. А тех сотрудников, которые стреляли по собственному народу, это не наши сотрудники. Это сотрудники, которые в отношении граждан, которые идут против власти, потому что устали так жить, применяют оружие. И если такие сотрудники есть, и вы их не увольняете, значит платите из собственных карманов им зарплату. Не надо с налогов граждан это брать. Мы не собираемся платить налоги, чтобы эти сотрудники завтра под страхом того, что власть их приговорит так же, как сейчас хотят приговорить генерала Кудебаева, будут стрелять по нам. И хватит приглашать ОДКБ. Не нужно приглашать ОДКБ в страну, где все было мирно. Нужно поговорить, собрать со всем вам вместе и поговорить со своими акимами, с их помощниками. Почему они довели страну до такого состояния, что простые граждане пошли на митинг? Простой невооруженный казахстанец пошел против вооруженного казахстанца, которому вы дали полномочия открыть огонь по нам.